шаббат шалом добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы и сейчас поговорим о празднике который называется рош хашана это не просто новый месяц это праздник голова года что это такое всевышний судит вселенную и получается что все люди должны трепетать перед всевышним в этот день праведник и получает оправдательные приговоры они записываются в книгу жизни что касается остальных людей средних грешников то всевышний нас прощает по свою милосердию в емкий пор и в емкий пор если мы стараемся у нас больше шансов выпросить прощение у всевышнего чтобы она всех записал книгу жизни что стоит в самой торе рош хашана написано что это день трубления в шафар напоминание о трубном звуке когда всевышний дал нам тору на горе синаи мы слышали звук шафара необычный звук он становился сильнее и сильнее когда трубит человек звук только может ниже стать потому что сколько хватит силы у человека дуть шафар а здесь сильнее и сильнее это было необычно страшно было и мы получали тору на горе синаи что мы делаем в этот день приходим синагогу идет молитва большая молитва самая большая в году и в молитве мусав начинается трубление шафар это много трублений идет сто там или сколько трублений и мы с трепетом слушаем его и раскаиваемся если рош хашана попадает на субботу мы в этот день шафар не трубим наши мудрецы говорят потому что есть заповедь которая запрещает субботу переносить предмет из одного помещения в другую другое и если мы перенесем шафар с одной синагоги в другую где нет шафара то мы нарушим заповедь субботы а это очень большое нарушение поэтому в субботу мы в шафар не трубим когда у нас будет восстановлен храм то там будут трубить шафары в субботу что тора пишет что в этот день мы приносим жертву всесожжения одного быка одного барана семь годовалых и огня со всеми возлияниями и вместе с маслом с вином и кроме этого приносим жертву грех очистительную козла и написано что кроме жертв новомесячья то есть мы же знаем что рошана это еще и новый месяц тиши 1 тиши и мы тогда должны принести еще жертвы которые положены за рошходыш тогда получается два быка нам положено один баран 7 годовых и огня ты козла в грех очистительную жертву это с хлебное приношение дополнительным вином с маслом совсем то что положено в рошходыш тогда получается эти все жертвы становится больше тогда получается в этот день мы приносим один бык за рошхашана и два быка за рошходыш это три быка один баран за рошхашана и один бык за нет один баран за рошхана и один баран за рошходыш 2 барана получается и семь ягнят за рошхашана семь ягнят за рошхожа 14 ягнят и получается два козла тогда в грех очистительную жертву такой необычный у нас праздник что касается рогов который мы трубим разрешается трубить в рог животных у которых его строение рога полое в основном это рог барана разрешено трубить и в рог горного козла и других животных в рог коровы не трубят потому что это нам напоминает о тельце есть минимальные размеры рога которые должны быть это минимально восемь сантиметров он должен быть этот рог мы должны в этот день раскаяться что всевышний видел что мы пришли на молитву мы сделали хорошую трапезу и это яблоки с медом и голова рыбы это у евреев европейских у европеев евреев вышедших из испании и арабского мира сефарских евреев они берут голову барана и мы должны быть в голове не в хвосте так пишет нам всевышний мы должны поесть немножко от этой головы и быть в голове не в хвосте и мы хотим чтобы год наш был сладкий не просто хороший а сладкий это очень важно кроме того мы еще едим гранат гласовляем этот фрукт едим и говорится как гранат имеет 613 зернышек то у нас есть 613 заповедей вот так мы должны быть наполнены заповедями как гранат наполнен своими зернышками едят по традиции фрукты страны израиля это и анжир и финики есть традиции выставляют на овощи морковочку допустим режут кольцами чтобы как бы денежки чтобы водились вот так такие есть традиции в каждой общине есть раввины можно спрашивать как правильно оформить стол на рожка шана но нет никаких запретов что то есть решено есть просто такая традиция не есть орех потому что напоминает слово грех и орехи мы в рожка шана не едим вот так вот но это в основном спиртное можно любое пить все это разрешено делается одна трапеза вечером и 1 днем две трапезы положены это не суббота что три достаточно две трапезы халы и по все эти халы круглые или показывают круговорот жизни но халы не обычные а круглые делается для этих праздников и обычно мы же хлеб обманываем в соль и едим а здесь в мед благословляем хлеб с медом ну в общем вот это вот основные такие вещи которые мы должны знать рожка шана я всем желаю прекрасной субботы саббат шалом прекрасного праздника рожка шана чтобы этот год был сладкий всем браха парнаса кавана мазал то что мы это время не решили учили тору до следующих встреч я надеюсь она состоится в йом решен и всем самого наилучшего а в рогу дан заподнятие души яков бен нахум владир бен григорий павел бен ефим самую бен герш кая малка бот йосин мира бот аврагам роза бот михаэль ури бен харитон мендель бен мендель здоровья светлана бот клара шимон бен нацхак борис бен мария шимон бен мира анна бот ривка полина перв бот соня сура лена бот клара жена бот ида анна бот елена евгений бен софия фельга бот берта берта бот фейга двое работ мариам маисей бин ева или на бот двор а и оси бен рейса инесса бот мэль евгений бен берт и тапфера бот она геннадий бен елена лёр бен клара ольга бот светлана йосиф дан бен сара тани бот фрида и да бот рива вадим бен татьяна юлия бот бела мазал парасас гола ирина батури арон рей бен ry за хороший дух арон рей бен двора денис бен нахум олег аль бацара пароносай бриют владимир бен рая марина бат рая борис бен марина всего хорошего Олегу Марченко и всем все самого наилучшего. До следующих встреч. Шалом.